Так, ну вот, ребята, подходим, подходим, и сразу открывается живописнейший вид. Плавочная удочка Микадо. Японская удочка. Привет всем моим подписчикам и гостям канала. Сегодня я покажу вам малоизвестное озеро, где водится очень редкая рыба в нашей области. А что это за рыба, узнаете из сегодняшнего видео. Я давно уже обещал показать это озеро, вот наконец уже собрался. Взял с собой только поплавочную удочку, микаду японскую, и все. Так что попробуем на нее что-то поймать. Я, честно говоря, давно на этом озере не был, но озеро очень красивое, живописное. Честно, давно хотел там побывать. Как видите, сзади меня находится ТЭЦ-2. Города Астаны. Так как это озеро находится фактически в черте города, в окрестностях его. Так что не будем терять времени, отправляемся вместе с вами на озеро. Пойдемте, ребят. Идем все время по прямой от ТЭЦ, от ТЭЦ-2. Идем прямо рядом с ТЭЦ-2. Такая дорога щебеночная. Посмотрите. Щебенка. Вот идем по этой дороге, прямо и прямо. До кирпичного завода. Вот кирпичный завод уже слева. Вот мы должны идти до него. Показываю вам дорогу, если кто захочет сюда сходить. Места действительно живописные. Вообще рядом с городом. Не надо никуда уезжать за 200 километров. Отойдем все прямо, прямо. Так что, совайтесь с нами. Показываю дорогу дальше, ребят. Так, вот, ребята. Мы подходим к кирпичному заводу номер один. Вот такой здесь мостик. Камыши здесь. Вот и кирпичный завод. Вот он. Главный ориентир, где это озеро находится. Вот прям к нему подходим сейчас к кирпичному заводу. Вот он. Крупным планом. Вот он. Кирпичный завод номер один. Дорога простая. Заблудиться сложно, честно. Ну, это озеро, конечно, тот, кто давно уже в городе живет, может, и знает старожилы этого города, так сказать. А кто не так давно, то вряд ли это озеро знает. Маленькое озерцо. Раньше здесь карась ловился хорошо. А сейчас, может быть, его даже здесь нету. А по какой причине, я вам скажу чуть попозже. Почему его здесь теперь уже, скорее всего, нет. Так, вот, кирпичный завод уже. Короче, вдоль кирпичного завода идем. И от кирпичного завода поворачиваем сейчас направо. Сразу направо. Так, вот. Направо от кирпичного завода поворачиваем. Такая дорожка не очень хорошая. Конечно, для машины легковушки. Наджип и можно спокойно. Легковушка, конечно, не очень. И вот теперь дальше прям. Потом опять сейчас направо повернем. И мы держим путь вон к тем деревьям дальше. Держим путь к тем дальним деревьям. К тем деревьям. И лежит наша дорога, ребята. Не включать канал. Смотрим дальше. Идем дальше. Погода хорошая. Сегодня, как я говорил, юго-западный ветер обещает. Может, что-то даже и поймаем. Но не поймаем, как обычно. Будем все равно продолжать радоваться жизни. Жизнь-то одна. Надо радоваться каждому дню. Каждой минуте, секунде. Так что идем дальше, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, вот мы уже подходим к деревьям, ребята. С этой стороны, там тоже какие-то постройки идут. Вот, кстати, в этом месте, да, обычно затоплено. Почему-то я весной не пошел. Сдал лето. Может быть, сейчас будет сухо. Останем в этом месте. Затоплено нельзя проехать. Ух ты! Кажись, в этот раз сухо. Здесь, конечно, на машине захочешь поехать. Немножко очень неудобно ехать. Можете тут все дно пропороть. Задевать будете. Все, вот видите, тут как идет дорога. Вот такие эти полники. Такие выступы не очень удобно. Но сухо, сухо, ребята. Сухо. Мы уже почти подходим, почти на месте. Все, главное, сухо. А то каждое лето фактически здесь. Не знаю, до июля, наверное, не высыхаетесь. Вода. Озеро разливается. Сейчас нормально. Дорожка отличная. Отличная дороженька. Просто супер. Почти дошли уже. Почти уже дошли. Птички поют. Природа проснулась. Хорошо. Тема, тема, ребята. Отдых все-таки на природе. Заменяй 10 лет жизни. Продлевает нашу жизнь. Отлично. Почти уже подошли. Еще немножко осталось. Потерпеть немного, ребята. Почти пришли. Так, ну вот, ребята. Подходим. Подходим. И сразу открывается живописнейший вид. Вот там шашлыки жарили. Кто-то уже узнал это малоизвестное озеро. Я-мое. Ух ты, утка, утка. Утки. Вот оно. Вот оно, ребята. Это маленькое озеро. О! Куча камышей. Заросло все. Вот оно, ребята. Вот такое озерцо. Рассвет уже. Красота. Так. Вода непонятно. Мало, немало. Честно сказать, трудно. Сейчас проверим. Есть ли тут еще рыба? Нету. Непонятно. И то, что нам нужно. Так, будем сейчас искать место. Где здесь стать? Вот тут прям живописные деревья. Супер. Солнце прорывает через деревья. Красота. Вот тут лесопосадочки. Вот прям рядом с городом отдохнуть можно. Пешком, на автобусе он может. Вот местечко. Вот здесь местечко ничего. Красота. Так, ну пойдем где-то подальше. Найдем место. Так, ну пойдем где-то подальше. Найдем место. Пусть закидываем удочку. И поехали. Не переключайтесь. Смотрим самое интересное, ребята. Там идешь, проходик прям просвечивается. Красивое место для отдыха. Для рыбалки. О! Выходишь и раз сразу. И речко. То есть, здесь озеро. Выходишь и сразу озеро. Ну что ж, ребята. Нашел вот такое вот местечко. Обошел уже почти все озеро. Такое самое укромное, хорошее, красивое. Пейзажи. Смотрите, утки там дальше плавают. Утки плавают, значит рыба есть. Посмотрим, что здесь водится. Сто лет не рыбачил здесь. А так вот чисто для отдыха, для релаксации. Прям отличное местечко. Так, ладно, не будем терять время. Начинаем рыбалку. Так, вот такую прикормочку взял сегодня. Серии Голд. Карп-карась. Попробую. Первый раз взял. Полторы штуки стоит. Дороговато, конечно. Сейчас мы ее быстренько размешаем. Разбавим. И поехали. Не переключайтесь, ребята. Сегодня будем рыбачить на красного парыша. Наконец-то в рыбацкий магазин поступил красный парыш. Давно его не видел. Ну и стандартно черви. Упаковочка, кстати, здесь всегда крупный червь. Червяк, опарыш, прикормочка. Еще тесто есть. Еще есть мастырочка. Посмотрим, что из этого пойдет. Есть ли вообще здесь рыба, ребята. Вам интересно? Мне лично интересно. Так что не переключайтесь. Начинаем закидывать удочки. Поехали. Замешал прикормочки. Все хорошо лепится. Прям шоколадом пахнет. Бисквит здесь что-то такое. Я думаю, карасю понравится. Или кто здесь живет. Или того, кого мы хотим поймать. Так что прикормка замешана. Сейчас будем закидывать удочку. Поплавочная удочка Микадо. Японская удочка. Хорошая 6-метровочка, кстати. Легенькая. Отлично. Вот рыбачьи, даже не устаешь. Одной рукой держишь. Отлично. Посмотрим, как она здесь себе покажет, ребята. Посмотрим. Продолжаем разбирать удочку. Так. Еще все настроил вроде. Поплавочек. 4 грамма. И вот такая маленькая кормушка стоит у меня. Сейчас на прикормочку забью. И посмотрим, что будет. Ну, небольшой крючок. Крючок небольшой. Я сомневаюсь, что тут крупные экземпляры водятся. Ну, раньше, по крайней мере, раньше, говорят, хороший карась здесь был. Лучшие времена для этого озера, когда были, здесь хороших карасей ведрами ловили. Золотистый карась был. А сейчас, говорят, появилась вот эта самая редкая рыба в нашей области. Посмотрим, сможем мы ее поймать или нет. Самое интересное. Ну, что, пробуем. Сейчас, наверное, червячка насажу с опарышем. Бутербродик сделаем. Поехали. Так, ну что ж, закидываем удочку. Удочку закинули. Поплавочек стоит хорошо. Ждем первой поклевки, ребят. Не знаю, поймаем, что-то нет. Очень интересно, очень. Поплавочек пока молчит. Поплавочек пока нет, ребята. Комарья налетела. Так, посмотрим, посмотрим, что же у нас будет сегодня-то, е-мое, на этом озере. Неужели тут ни карася, ничего нет уже. Это уже где-то около 7 утра. Пока место нашел, пока расположился. Желательно, желательно еще раньше приезжать, конечно. Ладно, будем смотреть. Не переключать канал, ребят, посмотрим, поймаем ли мы самую редкую рыбу в нашей области или нет. Поймаем, не поймаем, я потом скажу, что это за рыба, в любом случае. Смотрим наш канал. Только посмотри, какая здесь вода чистая, прозрачная. Е-мое. Только посмотрите, а. Вот это да. Почищем даже, наверное, в Коэндинском водохранилище. И на Вячеславке где-нибудь. Смотрите, серьезно. Видно, не видно, он прям прозрачный, смотрите, ребят. Все видно, что на дне. Да. Вот так вот, в черте города, вот такое чистейшее озеро. Ну тут купаться можно, реально. Чистейшее, просто чистейшая вода. Фигеть. Вот это да, чистейшая вода. Смотрите. Да. Место для отдыха вообще лучше не придумаешь, наверное. Да, пока попало, конечно, молчит. Поздновато, просто клев уже, наверное, закончился. Надо было рано утро, в 4 утра уже здесь быть. Я пока сюда дошел. Уже там все 7 часов, пока место нашел. 7 утра уже. Поздновато, скорее всего, конечно. Солнце уже начало жарить с утра. Вот так вот. Ну ничего, мы не печалимся. Еще все у нас. Если даже не поймаем ничего. Главное, что вам показало это озеро. Для отдыха, семьей можете приехать на выходных, отдохнуть. Вот, местечко вообще идеальное, вообще супер. Тихо, блин, утки летают. Беркуты здесь летают, птички всякие. Класс, класс. Вот хотел только вам эту самую редкую рыбу показать. Жалкость не покажу. Ну даже если не поймаю, я скажу, что это за рыба. И она здесь реально водится. Я ее лично ловил. Можете потом посмотреть мое видео. Первое видео, ужас всех водоемов. Ну сейчас пока что-то ничего не ловится. Рыбка не ловится, не растет кокос и все такое. Ладно, не переключайтесь. Это еще не конец. Смотрите, ребята, как красиво. Лебедь. Какой красавец, да, ребят? Король этого озера. Прям король, видно, как он плывет. Где карась-то? Скажи нам, лебедек. Лебеде наш красивый. Полетел Боинг. Здоровый лебедь. Ушел. Ну что ж, пока не клюет, наступает рыбацкий перекус. Сегодня у меня вот такая колбаска чесночная. Вкуснейшая. Батончиком. Дома такая колбаса невкусная. На природу взял, вкуснее колбасы нет. Ешь еще охота. Да, что-то не клюет, ребята. Что-то сегодня не фортит. Не фортит. Не пойму, в чем дело. На червя попробовал, на опарыша попробовал. На мастырку даже попробовал. Ни на что не клюет. Ну ничего, подождем. Время еще есть. Где-то так, до 9-10 часиков посижу. И пойду. Главное, что я вам озеро это показал. Пускай здесь рыбы нет, но зато отдохнуть можно отлично. Отлично отдохнуть. Так что, ладно, подождем. Не будем торопить события. Посмотрим, что дальше будет. Редактор субтитров А.Семкин Да, озеро и цивилизация рядом. Как это все портит, всю картину, ребят? Как портит? Где человек, там все. Нет природы, нет рыбы, нет ничего. Не знаю, что они там делают, я не пойму. Камазы стоят. Такое озеро, блин, я не знаю. Здесь карпа запустить. Карася. Это же платье пускай сделать. Ну, чтобы люди приезжали здесь, ловили. Я не знаю. Неужели нельзя, ребят, это все сделать, а? Берега немножко почистить здесь. Места, камыши, чтобы это... Подходы были к воде. И просто бы рыбалка здесь идеальная была, идеальная. Вот реально, прям жалко за это озеро. Мало кому известное озеро. Правда, браконьеров я видел несколько лет назад. Браконьеры тут кругом на лодочках ездили. Может, уже всего карася выбили. Ну, даже той рыбы нет, которую я хочу поймать сегодня. Нету ее? Ну, скорее всего, еще жарко, жарко. Это, скорее всего, да. Вот там сколько там, около 8 утра уже жарит. Это тоже, конечно, имеет значение сильно. Вот вообще, даже поплавок не колыхался ни разу. Да, жалко, жалко. Ребята, ну ничего, ничего. Еще немножко подождем, по-любому где-то будет. Зато птички поют красиво. Хорошо. Ну, чисто я просто отдохнул, душой просто, душой отдохнул. Отдохнул от города, прям в черте города. Класс, да? Супер. Просто вот эти камазы рядом, вот эти. Чем-то занимаются непонятно чем. Кто вот исторожил города, он знает это место. Хорошо, наверное, карася здесь раньше ловили золотистого. Ну вот, в эти времена вообще не знаю, куда иногда ехать на рыбалку. Везде цивилизация, везде браконьеры. Не знаю, не знаю. Ай, ребята, ну мы должны крепиться, верить в лучшее, верить в чудеса и жить дальше. Ну, посмотрим. Еще немножко посижу. И, наверное, скоро буду собираться. Клюнет, не клюнет. Но если не клюнет, я скажу, кстати, что за рыбой самая редкая. Может, уже кто-то догадался, кстати. Кто догадался, пишите комментарии. А я буду дальше ждать, ребята. Дальше ждать с моря погоды. Увидимся еще. Не выключайте канал. Дальше ждать с моря погоды. Дальше ждать с моря погоды. Вот я и возвращаюсь домой. Так и не получилось у меня сегодня ничего поймать. Зато нормально отдохнул. От души, реально от души. Свежий воздух, птички. Класс. Да. Но кто-то смотрел это видео до конца, я наконец скажу, что это за рыба была, которую я хотел поймать. Самая редкая рыба в Акмолинской области. Может, кто-то даже и догадался. Это рыба ротан. Я думаю, многие знают, что это за прожорливая рыба, которая жрет все, что встретит. Икру, мальков, все. Все-все. Да, к сожалению, мы ее так сегодня не поймали. И вот, кстати, одна из причин, почему в этом озере может не быть уже карася. Вы сами догадались. Причина тому ротан. Да. Ну, сегодня главное не ротана, не карася. Вообще никакой рыбы не было. Может, даже уже и ротана нет. Тут уже цивилизация все ближе и ближе подходит к этому озеру. Много лет назад здесь ведрами, реально ведрами ловили карася. Ведрами. А я вот буквально сколько, два или три года назад ловил здесь ротана небольшого. Кто не верит, может посмотреть видео по ссылочке. Называется «Ужас всех водоемов». Ну, я направляюсь домой. Сегодня от души посидел, отдохнул. Рыбалка, конечно, никакая. Но отдых был хороший. Если кому-то было это полезное видео, если кто-то открыл для себя новое место, я рад. Я рад за вас, ребят. Значит, я сделал для вас что-то хорошее. Ну, а я направляюсь домой. Сажусь на автобус. Сюда, кстати, ходит автобус 11. 11 маршрут. Сажусь на автобус и домой. Так что, ребята, подписывайся на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Кому понравилось, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Всем пока, ребята. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok